приветствую всех на моем канале с вами я саня или же твик кому как удобнее в этом видео я хочу рассказать вам о том как я начала рисовать и видео будет достаточно долгим поэтому берите вкусняшки чай кофе молоко какао печеньки вафли что-нибудь погрызть садитесь поудобнее можете включить себе сайт порисовать сами посмотреть на мой спик пейнт тигнари который я нарисовала вчера хотя не должна была рисовать потому что у меня отпуск опять отпуска трачу на работу а я буду разглагольствовать рисовать я начала в 2017 году основательно создала тогда первого своего персонажа второго января 2017 года это была эмилия до этого я немного рисовала в традише всяких принцесс феи в общем что было в голове у ребенка поняшек рисовала в пейнте на всяких базах научилась ну выходила плохо и также очень много игралов крокодила это была моя любимая игра в 2016 году и меня из нее можно было не вытаскивать вообще да и мало у кого получалось в 2017 году я начала смотреть пони блогеров начнем с этого и приходила к ним в сообщество и видела как эти пони блогер рисуют создают спик пейнты и мне захотелось также я впервые в своей жизни сменила пейнт на саи загрузила его в свой старенький девятилетний комп который не тянул ничего кроме этого сай и начала рисовать да это были поняшки мышкой и мой первый персонаж эмилия очень много рисунков с ней рисовала также фан-арты пони блогерам какие-нибудь левые фан-арты разным аниме персонажем и по сути а еще у меня тогда очень много брали заказы почему-то не не понимают что им нравилось но всем нравился мой стиль рисование квадратных морд наверное потому что мои рисунки выглядели достаточно ярко для человека который только начал рисовать и достаточно аккуратно но это не точно долгов набиралось очень много и рисовала я очень много и очень злилась на родители когда после 6-7 часов моей работы в саи они внезапно отключали комп который не сохранил мою работу в саи и мне у меня это доходило до истерик так что 2017 год у меня значится как очень истеричный год начало рисования и все такое примерно летом ближе к осени я научилась самостоятельно создавать построение самостоятельно рисовать не обводя с листочков традишки и вот тогда я начала этим как-то более серьезно промышлять покупала альбомы покупала себе новые ручки маркеры чтобы рисовать черные маркеры черные ручки и мне было весело как бы не сильно весело потому что у меня тогда был депрессивный эпизод 2017-2018 год мои рисунки были достаточно яркими но очень темно в рыве глазными я использовала очень много темного темно-синего цвета очень много слез в рисунках каких-то трагичных сюжетов кровь кишки хардкор и как бы людям это нравилось так что я забивала на это и рисовала дальше спокойно мне даже особой души в этих рисунках не было сейчас я это делаю но время шло 2018 год тоже подходил концу я потихоньку набирала какую аудиторию в подвале тогда уже на 2018 год он был создан чуть-чуть рисовала чуть-чуть того чуть-чуть сего чуть-чуть поняшек компьютер сломался мышка полетела я начала переходить в традишку рисовала маркерами копила себе материалы постоянно закупала карандаши и в 2018 году осенью октябре вроде родители купили мне мой первый ноутбук лично мой лично мой и графический планшет это был один из дешевеньких графических планшетов которые гнукся я этим выпендривалась потому что сказать людям то что этим планшетом можно вскрыть лодку было гораздо эффектнее чем просто у меня есть графический планшет боже ладно тогда я начала переходить наконец-таки в людей рисовать очень много людей как раз таки пони креатор начал выходить из моды и все начали переходить больше в аниме в людей хотя бы панифицированных людей я не знаю как это назвать училась рисовать лица глаза руки человеческие черты лица очень много начала писать наконец-таки свой канон прописывать свою вселенную у меня помню в блокноте в этом кстати ноутбуки не тянул офис совсем не тянул поэтому ворда у меня не было и я все свои сюжеты писала в обычном блокнотике свой канон и у меня доходило до того что когда я скопировала вставила в google word у меня вышло то ли 50 то ли 60 страниц прописанного канона я такая блин чего я наделал и забросила и не знаю что было в моей голове я тогда переходила на фигбук но не писать скорее очень много зачитывался не знаю я могла сотни фанфиков перечитать за месяц даже больше сотни и все еще так делаю все еще очень много читаю всякие фанфики зачем нужна литература когда есть фанфики в общем да скупала все альбомы в магазинах которые были с более-менее плотными листами все карандаши которые были более-менее масляные они такие графические как продавали у нас нас не было в селе никаких художественных магазинов так что приходилось выкручиваться искать прям вот сокровища среди товаров эти детские рисовала училась рисовать самой дешевой акварелью это был уже начало 2019 2000 ну в принципе весь 2019 также я помню рисовала очень много плакатов в школу стен газет так я была основным художником ближайшие лет пять школьных пять лет вот ну с момента рисования с 2009 студы с 2017 даже раньше с 2016 я начинала рисовать так как ну учителя прознали то что я смотрю аниме если я смотрю аниме значит я умею рисовать так они думали но я рисовала так что у меня более менее человеческие черты человека получались и в общем в 2019 году меня затащили в ролевую по темному дворец кому я тогда прям о боже мой это босса я нарисует так красиво я хочу рисовать так же да у меня в принципе движуха вся начинает с того что я смотрю что кто-то очень много красиво рисует и я начинаю тоже хотеть очень много красиво рисовать тем же самым я двигаюсь и сейчас я смотрю на очень крутых художников и рисую а еще начала смотреть всяких коучей которые учат женщин быть успешными женщинами на самом деле это очень мотивирует ладно в 2020 году я рисовала очень много другим людям у меня была компания друзей которыми я очень восхищалась и я этим друзьям много рисовала типа подарочков пыталась привлечь их внимание у меня получилось привлечь их внимание даже ловила ответочки в виде того что мне тоже рисовали и это у меня такую дикую эйфорию вызывал мне аж ручки дрожали вот в 2020 году летом я закончила школу собиралась поступать на художника мультипликатора и поступила сдала экзамен у меня появился уже достаточно мощный ноутбук хороший графический планшет так как мой старенький уже начинал потрескиваться и в нем образовывались промежутки в которых нельзя было рисовать нужно было как-то крутиться но я все равно рисовала контурки без контурки животных людей все что угодно портреты очень много портретов в принципе меня можно назвать тем художником который рисует все вся и не имеет своего стиля потому что он просто по чуть-чуть из всего рисует до после этого я начала рисовать еще больше я создала новое сообщество подвал в 2020 она у меня прожила до 2022 года более-менее потом я его бросила потому что у меня был лютейший двухлетний арт-блог я как бы чуть-чуть рисовала по одному артику месяц в два-три месяца но не так много как до этого и это было очень тяжело потому что я чувствовал невероятную тревожку от того что началась самостоятельная жизнь я как бы чувствовал вину за то что оставила свою мечту написать канон стать художником прям вот хорошим художником и это было очень плохо и у меня постоянно случались панические атаки насчет будущего я не понимала что мне делать но потом как-то все разрешилось я начала сидеть в инстаграме кое-как поставила себе цель набить маленькую аудиторию приглашала людей добавляла их к себе в друзья они подписывались взаимно я публиковала рисунки кто-то даже восхищался этими рисунками репостил к себе в истории я такая о боже мой я рисую я начала рисовать кстати скилл за то время пока я не рисовал невероятно подрос я не знаю почему это наверное из-за наблюдательности из-за насмотренности но стал рисовать по сравнению с 2020 годом намного лучше и качественнее чем но до этого то 2021 22 боже мой я запуталась в этих цифрах почему почему так сложно я записываю кстати это видео без сценария потому что пока я записывал его со сценарием у не становилось очень плохо я разговариваю очень мало и сейчас очень быстро поэтому мне немного не хватает воздуха и кружится голова и так каждое видео я справлюсь айфайн ладно в общем сейчас когда я начала рисовать намного больше брать очень много заказов очень много трагишек и трагишек трейдов ну трагишки я кстати тоже рисую достаточно много постоянно если я не рисую что-то на компе то я беру и черплю себя блокнотики и сейчас я заметила то что рисовать не стало намного легче я могу за час за два нарисовать вполне полноценный арт вот этот вот спидпейнт стигнари у меня занял ровно час час и две минуты если быть точным вместе со скетчем вместе со всем и при этом я еще умудрялась сидеть в соц сетях отвечать перелистывать музыку так что до рисовать мне стало намного легче вот вам совет для как для художников рисуйте много рисуйте часто и вам будет очень легко рисовать все цвет закончились путь был долгим ну почему бы он и сейчас есть я хочу сейчас в планах у меня начать рисовать комикс своим канону потому что он по сути прописан но есть в нем такие детали которые нужно объяснять в рисунке потому что я не умею писать я не писатель я художник и еще у меня есть в планах перейти на стиль более детализированный намного больше прядок больше линий они так как я сейчас рисую очень упрощенно то есть один line один подраз минимализм сидела даже фаны не рисую по сути но иногда бывает это редко очень редко вот в принципе видео подходит концу это была вся моя история рисования очень сокращенной если бы я ее рисовала очень подробно это видео заняло бы наверное минут сорок такое лучше рассказывать на стриме кстати да я начала проводить стримы иногда ну ладно очень редко я работаю я стараюсь то я чувствую эмоциональное выгорание я взяла себе выходной на четыре дня но так и не отдыхаю потому что я рисую дебил блин эта запись заняла 15 минут всем спасибо за просмотр переходите к нам в сообщество вконтакте там у меня есть все мои рисунки на момент записи этого видео в к полетел далеко в стратосферу всем всем пока и и и Продолжение следует...